Человек на коленях Часи полностью механические, потому что они работают без электричества. У них несколько рекордов. Это самый большой часовой механизм в мире. Это самый большой часовой частеренок в мире. И у нас тоже самое большое анкерное колесо в мире. Вес 4,5 тонны, 5 тысяч деталей. Самые крупные из них вырезались на заводе, производящем фуникулеры. Эти механические часы уже вошли в пятерку самых-самых. В их числе Биг Бен и кремлевские куранты. Мы знаем уже, что в Казахстане интересуется. Посмотрим, может быть, там тоже где-то монументальный механизм. То есть есть что-то подобное в Казахстане? Нет, не подобное. И все эти монументальные часы, которые будем делать, у них каждая будет уникальна и не похожа на другая. Занять свое место в сегменте часов класса люкс, встать на одну ступень с производителями мировых часовых брендов, сложно, но осуществимо. У ракеты есть 300-летняя история, а главное – производство, где создаются абсолютно все детали часового механизма. Этим могут похвастаться лишь несколько производителей часов в мире. Наш новый креативный директор, француз Жак Фон Палье, стал во главе ракеты и решил сделать из нас русский роликс. Это наш производственный цепь. Здесь производится 95% всех деталей нашего механизма. Все начинается вот с кусочка металла, это часовая латунь, вот это просто заготовка. То есть это начало получается, да? Часовая латунь. Да, 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 совершенно начало. То есть потом она проходит этапы. Сначала намечаются отверстия, они нарезаются, вытачиваются, и в итоге получается вот такая деталь. Основа механизма, она уже идет в часы, то есть на нее сверху устанавливаются все остальные детали. А мне кажется, или она чуть-чуть потяжелее? Конечно, она с никелированным покрытием. В механизме около 200 деталей. Здесь вытачивается ось баланса. Одна из самых мелких и важных деталей часового механизма. Здесь вот эти рычаги, они все налажены на определенную операцию, на определенные расточки. И вот постоянно церквируют масло, чтобы контролировать температуру. Она маленькая, тоненькая. Я сейчас могу через микроскоп, если хотите, посмотреть, и сейчас достану. Да, давайте. Это вообще ювелирная работа. Жалко вам, не видно. Большинство станков на производстве остались в наследство от советских времен. Раньше у каждого часового завода было свое конструкторское бюро. Детали, из которых собирались часовые механизмы, производились по своим уникальным чертежам на собственном оборудовании. Поэтому, несмотря на то, что в целом все механизмы похожи, детали, из которых они состоят, все-таки отличаются. Что, конечно же, влияет на технические характеристики часов. Наш главный инженер, швейцарист Жан-Клоткине, который отработал 10 лет в Rolex. Когда мы его спрашиваем, чем отличается Rolex от ракеты, он говорит, что отличается только внешним видом станков. То есть на выходе мы получаем то же качество, что получает швейцария на своих суперсовременных станках. После того, как детали выточили, их проверяют в отделе технического контроля. Вот так вот, в течение 16 часов, а то и больше, детали тщательно шлифуются. Затем, с помощью других абразивов и химических растворов, они еще часов 5 глинцуются, проходят проверку и только после этого отправляются в цех сборки. Сейчас за красной линией мы пройдем в чистую зону. А почему она называется чистая? Потому что там нельзя, чтобы попала ни одна пылинка, ни одна былинка, потому что там происходит сборка механизма. Потому что она может нарушить весь процесс. За этой красной линией происходит много интересных и даже секретных процессов. Например, здесь, в платину часов, прежде чем она попадет в цех сборки, вставляются искусственные рубины. Вот они. В каждом камешке отверстия, в которые вставляют детали часового механизма. Искусственные рубины выполняют функцию подшипников. Ограниченная зона. А здесь же что такое? Это наша святая святых, наша секретная комната. Здесь производится сердце часов, баланс спирали. Спираль – это всего лишь одна деталь из 50, из которых состоит узел баланса. Что вы сейчас делаете? Сейчас я выполняю сложную самооперацию. Это соединяю узел баланса со спиралью. Вместе с мостиком. Соединив этот узел, идет уже в установку часового механизма. И будет определяющим в ходе часов на его точность и на его все остальные свойства. А можно как-то ошибиться с балансом? Может что-то сделать не то, что он будет по-другому работать? Не так, как должен. Такое возможно? Ошибиться, в принципе, разработанная технология. Если ее соблюдать, то ошибки быть просто не должно. Она исключена. А вот эта нижняя пружинка, я вижу, это как волосок, да, называется? Да, это часовая спираль. Иначе у нас она, как говорится, называется просто волосок. Волосок именно потому, что она такая тоненькая, как волосок. Да, ее толщина 0,03 миллиметра, с очень маленьким допуском, значит, плюс-минус 0,6 одного микрона. И к ней самые основные требования. Производство часовой спирали и всего узла в целом – секрет, который в строжайшей тайне хранят все часовщики мира. Подношу к нагретой колоночке, чуть-чуть касаюсь, опа, все, убираем, выключаем. Частота колебаний – 18 600 в час. Именно с такой амплитудой работает сердце часов. Готовые узлы баланса отправляются в цех сборки. Все начинается вот отсюда, по операционному, начинается собираться механизм. Дальше передается следующему человеку. Здесь уже механизм готовый укладывается в корпус. Это Александр, наш сборщик, приехал специально из Владивостока, чтобы работать на ракете. Ничего себе! Александр, расскажите, почему вы мечтали работать именно здесь? Ну, это была такая мечта детства. Вот, она наконец-то исполнилась. Я люблю свою работу. Мы собираем часы. Лучшие часы, наверное, в мире. А почему считаете, что они лучшие? Чем вы выбираете часы ракет отличаются от других часов? У нас целиком весь механизм сделан от А до Я на нашем заводе. В отличие от других конкурентов наших, которые закупают половину своих механизмов в Китае. Говоря профессиональным языком, Александр – дикотажник. Он может найти любые недочеты в часовом механизме и исправить дефект сборки. В этом цеху таких специалистов трое из двенадцати. Для Александра сборка часового механизма – это настоящее искусство. Касательно вашей работы. Все-таки вы же не производите детали, вы их собираете. Я их собираю, а для этого нужно целое искусство. И в чем оно заключается? Оно заключается в том, чтобы не просто сложить детали, чтобы часы пошли. А важно очень правильно все настроить, грамотно. Чтобы часы выдавали точный ход, не спешили, не отставали. И показывали точное время. Когда часовой механизм собран, его тестируют. На герметичность, точность хода, выхаживаемость. Испытание часового механизма длится две недели. Причем испытывают не только на приборах. Две недели у нас часы носятся на руках. В рабочих корпусах тестируются. Затем последующие полторы недели идет вращение на регламаторе каждый день. То есть по 90 минут и 45 минут. Я хотела уточнить, носятся на руках? То есть вы сами их надеваете и носятся? Часы в рабочих корпусах установлены механизмы. Эти механизмы мы тестируем в процессе носки. И наблюдаем за ними, как механизм будет вести. То есть вот это сейчас тестируемое? Да, это тестируемый механизм. То есть у вас две пары часов не потому, что вы настолько следите за временем, что в принципе логично, а вы их еще и тестируете. Да. Проверяем в нескольких положениях. То есть основное положение руки. Вот ключ вниз. Прямая на дисплее прибора означает, что часы хорошо собраны и будут показывать точное время. Отклонение вниз или вверх означает, что механизм надо отправлять дикотажнику, чтобы тот нашел и устранил неполадки. В среднем точность хода проверяется около пяти раз. Здесь вот можно уже посмотреть финальные, только пока без ремешков, собранные готовые часы. Многое, да? Конечно. Они такие тяжелые. Это наша последняя модель. С автоподзаводом они еще даже не поступили в продажу. Вот только сейчас в процессе сборки. Вы первые трогаете их. Да. Такая возможность уникальна. То есть вот это и есть автоподзавод? Да, вот этот сектор автоподзавода, когда двигаете рукой, он движется и подзаводит часы. То есть это механические часы, но которые не нужно каждый день подзаводить. Это вот наша последняя новинка. Вот этим летом мы уже спустили автоподзавод, свой собственный механизм. И это вообще впервые за 30 лет в России произошло такое. Мы очень гордимся нашим достижением. То есть вот это будет такая дебютная серия, партия часов. Это женских часов с автоподзаводом точно будет дебютная. Работая над внешним оформлением часов, дизайнеры основываются на многолетней истории Петродворцового завода. В основе большинства часовых новинок акварели 70-х или 80-х годов, обновленные и все же легко узнаваемые. В этих часах отразилась история нашей страны. Олимпиада в 80-м, полет Юрия Гагарина в космос. Победа в Великой Отечественной войне. В части Победы с ним важно, что они были очень доступны. Потому что часы ракеты, они достаточно дорогие, потому что там все механические, а Победа все кварцевые. Поэтому они намного дешевле, но они очень красивые. У них дизайн очень близко к ординальным дизайнам 2005 года. Часы Победы – это еще один бренд Петродворцового часового завода, возрожденный к 70-летнему юбилею. Ракета уходит из кварца, но Победа будет кварцевой, потому что здесь доступны часы механические, это нереально, к сожалению. Почему? Потому что в такой маленький механизм 260 деталей, каждый деталь должен производить. Это очень много работы, очень много сотрудников. И кварц намного дешевле, потому что там просто маленькие электронные системы, которые очень хорошо покажут время. Там разница психологическая. В принципе, телефон тоже покажет хорошее время. Когда люди носят часы ракеты или Победа, они не носят часы, они носят кусочек истории России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова